Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Борис». Замминистра строительства не спит в СИЗО на рваном матрасе и не использует куртку вместо подушки. Это лично проверила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Здравствуйте! В эфире ТВ-новости в студии Евгения Геранина. В ближайшие полчаса о главных событиях республики. И вот с каких тем мы планируем начать. Их становится еще больше деревьев желтых. То есть почва отравлена уже и вода отравлена. Фекалии животных в лесном массиве в Тарбогатайском районе безуспешно пытаются ликвидировать озеро Нечистот. В основном пакеты, которые из продуктовых магазинов, они остаются. Мы берем. Перерабатывает и не сдается. Предприниматель, который делает плитку из пластика, готов расширить производство. Свершилось. В Лануде с показательной программой выступила сборная России по синхронному плаванию. Большая вода дошла до Бурятии. В республике начали эвакуацию людей. Из-за подъема реки Джедапы возят жителей Закаменского района. За два дня уровень воды поднялся настолько, что затопило уже 10 дачных участков. Еще 20 в зоне подтопления. Получается, у нас сегодня ночью эвакуировали. Еще один дачу-два. Там около 20 человек. Остальные на машинах своих собственных выехали. Нас вяжем через вели уже в двух поселениях. Да, и выезд техники будет туда. Сначала, наверное, надо сказать, что вода все-таки накапливалась. Месячная норма июня по юго-западам, а Закаменский район относится к юго-западу нашей республики, там выпала больше месячной нормы. Ожидается выход воды на пойму и также подтопление проселочной дороги и территории детского лагеря Черемушки. Время добегания с Джиды-Хамней до села Петропавловки, где расположен сам лагерь, это примерно 30 часов время добегания. И уже завтра возможно подтопление. Всех детей из детского лагеря Черемушки уже вывезли. Следующий сезон начнется через три дня. В случае подтопления работу лагеря приостановят. Тем временем в Закаменский и Джидинские районы уже направили межведомственную рабочую группу. Там подготовят пункты временного размещения людей. Силами администрации муниципального образования проведено информирование населения. Жителям рекомендовано покинуть зону возможного подтопления. Им оказана помощь в переезде в город Закаменск. Перерезено 12 человек. Напомню, неделю назад в пяти районах Бурятии подтопило участки дорог. Кроме того, в Тарбогатайском районе в воде оказались 15 частных домов. Столько же домов подтопило в ДНТ Сиренга. На этих выходных и многие улицы Улан-Удэ ушли под воду. Но пока это несравнимо с наводнением Иркутской области. Там затопило 83 населенных пункта. 21 человек погиб, пострадали десятки тысяч. Ущерб от катастрофы оценили почти в 30 миллиардов рублей. Экоальянс задолжал 4,5 миллиона рублей. В арбитражный суд Бурятии поступил иск к мусорному рекоператору. Истцом выступает компания Агросила Байкал Плюс, которая занимается перевозками. Мы в тот момент не оказывали никаких услуг, мы не работали. По данным договора никакой деятельности не велось. Тем не менее, та сторона утверждает, что они оказывали какие-то услуги. И вот как раз в суде, наверное, это будет очень интересный прецедент, потому что мы будем видеть, каким образом перевозчик будет доказывать неоказанные услуги в рамках просто подписанных бумаг. Исковое заявление поступило 1 июля. В нем говорится, что мусорный оператор с 12 декабря прошлого года по договору аренды задолжал больше 4,5 миллионов рублей. Истец также попросил об отсрочке по уплате госпошлины из-за тяжелого финансового положения компании. Напомню, официально рекоператор начал работу в Бурятии в апреле этого года и с тех пор не может наладить отношения с руководством Улан-Удэ. Задержки с вывозом мусора, игра в кошки-мышки с комбинатом по благоустройству и простаивающие мусоросортировочные станции. К тому же совсем недавно ЭКО-Альянсу отказали в предоставлении налоговой льготы. Такое решение принял Народный Хурал. К теме мусора мы еще вернемся во второй части выпуска, а пока про скандал в системе городского хозяйства. Бывшего замдиректора комбината по благоустройству поймали на взятках. За 4 года он получил больше 100 тысяч рублей от председателя СНТ за ремонт дороги. На Владимира Чебакова завели сразу два уголовных дела. Как выяснилось, бывший чиновник требовал мзду за дорогу, на ремонт которой выделили бюджетные деньги. Он решил нажиться на проблемах дачников, перезвонил председателю и потребовал взятку. Взамен пообещал предоставить во внечередном порядке технику для обслуживания автодороги. Председатель вынужденно согласился с условиями чиновников и каждый раз за ремонт дороги передавал обвиняемому денежные вознаграждения, которые чиновник тратил на свои личные нужды. Коррупционная дорожка ввела Чебакова вплоть до сентября 2018 года, пока он не попал в поле зрения МВД. Теперь ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 6 лет. Озеро Нечистот в Тарбогатайском районе превратилось в несколько луж с фекалиями животных. Сбросы отходов пытаются ликвидировать, но пока безуспешно. Ситуацией с нарушением экологии уже заинтересовались федеральные надзорные органы. На месте обнаружения навозной жижи вновь побывал наш корреспондент Садном Ирденеев. Именно на этом самом месте, примерно в трех километрах от поселка Николаевский Тарбогатайского района, еще полтора месяца назад находилось озеро Нечистот, предположительно фекалий животных. После репортажа телекомпании АТВ это озеро попытались ликвидировать. Пробуют сравнять с землей, работали тяжелой техникой, предположительно бульдозерами. Однако вместо большого озера здесь появилось несколько небольших луж, поскольку Нечистоты поднимаются из грунта на поверхность. Кстати, зловоние осталось все такое же, никуда не делось. Возле озера раньше находились деревья, но и их убрали. В результате работ фекалий животных проникают глубоко в почву, убивая все живое в округе. То есть это уже понятно, что это все ушло в грунт, смешалось с грунтовыми водами, так как деревья даже вон все пожелтели вдоль леса, и их становится еще больше деревьев желтых. То есть почва отравлена уже, и вода отравлена. Как бы я не знаю, что тут еще делать, сколько природы будет это восстанавливать. По заявлению жителей на место скопления зловонной жидкости выехали специалисты управления Росприроднадзора по Бурятии и Центра лабораторного анализа и технических измерений. И произвели натурный осмотр земельного участка, на котором были обнаружены скопления навозной жижи. По результатам проведенных анализов специализированной аккредитованной лаборатории были обнаружены превышения по некоторым загрязняющим веществам. У местных жителей и активистов-общественников нет сомнений, кто виноват в происходящем и пытается скрыть отходы. Будем говорить прямо. Я считаю, что это свинокомплекс Николаевский. То есть у меня другого мнения нет. Здесь же работала техника. Техника стоит дорого. Нам удалось связаться с руководством племенного завода Николаевский. Они подтвердили свою причастность к работам и ждут результаты проверки. Вообще-то мы по вашему обращению разбирались и пытались помочь устранить данные, как вы говорите, лужи. Поэтому там все отсыпали. А источник не удалось? По чьей вине это произошло установить? Нет, нам не удалось. Он как бы сейчас Росприроднадзор уже взял, разбирается. Согласно Единому госреестру недвижимости, этот участок относится к землям сельхозназначения. Управление Росприроднадзора направило материалы рейда уже в Россельхознадзор и запросило информацию о правообладателе. По итогам запрашиваемой информации будут приняты решения о возможности проведения в отношении объекта федерального надзора каких-либо мероприятий по предварительному согласованию с органами прокуратуры Республики Бурятия. Собственника земельного участка планируют установить до второго. Учитывая, что после нашего первого сюжета вопросом занялись сразу несколько надзорных ведомств, есть шансы обнаружения виновника губителя природы. АТВ будет следить за развитием событий. Содном Ирденеев, Лупсан Суботин, телекомпания АТВ, Торбогатайский район. В Улан-Удэ благодаря инициативе родителей отремонтируют детский сад Чебурашка. Необходимые для этого 10 миллионов рублей нашлись после многочисленных обращений к чиновникам. К долгожданным ремонтным работам приступят уже в следующем году. Что предстоит сделать в детском саду и за чей счет, знает Мариам Восконян. Чебурашка – один из старейших детских садов на ПВЗ. Уже давно состояние здания не устраивает родителей. Но власти молчали. Поэтому пришлось взять дело в свои родительские руки. Наталья Комиссарова создала инициативную группу из мамочек. Вместе они попытались решить вопрос ремонта сада. Проблема наша основная, конечно, это наш асфальт, то есть то, что бросается в глаза. Вторая важная проблема – это, конечно, фасад. Около 20 лет точно не было никакого капитального ремонта. Соответственно, вид у нас, конечно, не очень. В этом году сад отпраздновал свое 55-летие. Руководство вместе с родителями стараются держать его на плаву. Но мелкие проблемы все равно возникают. Теневые навесы мы заменили. Заменили окна, заменили двери, полы, которые были в аварийном состоянии. В общем, очень много можно перечислять. Делается ежегодно ремонт, косметический тоже ежегодно. Какой-то такой, ну, мало денег выделялось нам. Помимо всех вышеперечисленных проблем, самые насущные – это отопление и канализация. За помощью инициативная группа родителей обратилась в городской комитет по образованию. Ну, то есть, как правило, это не возникает же проблемы, то есть комитет по образованию решает? Не возникает, конечно, да, решает. В садике «Чебурашка» мы планируем провести ремонтные работы. Разумеется, это будет не в этом году масштабные работы. Это укладка нового асфальтового покрытия, это фасадная часть обновления и канализация. Не могу сказать, что все это будет в 2020 году, но заложим, пробуем на 2020 год. Руководству сада остается посчитать, сколько денег нужно и подготовить смету. По мнению заведующей детским садом Галины Беловой, потребуется не менее 10 миллионов рублей. Решил помочь привести сад в порядок и депутат народного хурала Батер Цибиков. В 2017 году он уже выделял 200 тысяч на новый асфальт. В следующем году планируют еще 2 миллиона. И коллеги, наверное, со средств массовой информации осветят такие хорошие начинания. Дмитрий Юрьевич всегда поддерживает, социальный партнер многих таких проектов больших. Поэтому здесь совместными и сильными, я думаю, все у нас получится. Поэтому я думаю, что мы до Чебурашки наконец-то добрались, Галина Ивановна. Мариам Восконян, Владимир Попов, телекомпания АТВ. В Абсолюте всегда свежие фрукты и ягоды. Арбуз «Казахстан» 39,90 за килограмм. Помидоры тепличные КНР 89,90. Ему тяжело, но он не сдается. Предприниматель, который занялся переработкой полиэтилена и пластика, готов производить для нужд города ограждения, решетки для ливневок и нескользкую тротуарную плитку. Но пока переговоры с чиновниками ни к чему не привели. Заключать с ним договоры или оказать помощь бизнесмену власти не могут. Анна Зуева с деталями. Андрей Зайцев развернул свое мини-производство на окраине города, на улице Домостроительная. У него тут два склада. И сейчас мы ему передадим вот этот пакет с пакетиками и посмотрим, сколько из них получатся плитки. Здравствуйте, это вы тут сам, Андрей Зайцев, который занимается переработкой вторсырья. Здравствуйте, это я. Это вам пакет от АТВ. Большое вам спасибо. До конец. Что, покажите, как у вас тут все устроено? Ну вот, наша переработка так и устроена. Здесь перерабатываем, в соседнем цехе производим. Работа на мини-заводе кипит. Сегодня Андрею поступил срочный заказ из Гусенозерска на тротуарную плитку и черепицу. Ее тут тоже производят. Предприниматель готов делать и ограждения, и решетки для ливневых канализаций, и не скользкие ступеньки для детских садов и поликлиник. Был бы заказ. Но пока чиновники бизнесмена Зайцева словно не замечают, продолжая отдавать многомиллионные контракты тем, кто кладет непрочную и небезопасную плитку на тротуары. А плитку из переработанного пластика покупают в основном жители частного сектора и крупные предприятия Бурятии. Сейчас идет строительство детских садов и школ. И мы хотим предложить изготавливать ступени для детских садиков и для школ в местах, скажем, повышенной опасности, потому что наша продукция, она не скользкая. Своё дело Андрей открыл в 2013 году. Взял кредит в банке, заложил дом и купил дорогое оборудование. Полиэтилен он закупает у городских компаний, а иногда сам приезжает к людям, которые накопили целлофановые пакеты и пластиковую упаковку. В последнее время осознанные горожане, узнав про вторичную переработку в микрорайоне Силикатный, стали привозить Зайцеву бутылки и пакеты. Все, конечно, подходит, но в основном пакеты, которые из продуктовых магазинов, они остаются. Мы берем, берем, что-то отсортировываем, выбрасываем. Конечно, нам не все идет, но в основном мы отвлекаемся на инициативу жителей и берем, потому что это, я считаю, хорошо, когда у нас население активное. Они стараются. Наш пакет с пакетами Андрей загружает в дробильную машину, затем перемешивает крошку с песком в соотношении 1 к 3 и засыпает в нагревательный аппарат. Там смесь нагревается до 200 градусов. Получившуюся темно-серую массу закладывают в пресс-форму, и через две минуты плитка готова. Это тесто уже готовая смесь. Это получается краситель, песок и тот самый пластик, который мы перерабатываем. Он выполняет функцию клея. Два сотрудника цеха в день производят 360 штук плитки. Цена за один квадратный метр – 600 рублей. Это на 100 рублей дешевле плитки из бетона. Есть и другие плюсы – морозоустойчивость и повышенная прочность. Это доказал наш эксперимент. Во время эксперимента на прочность Андрею Зайцеву позвонили из компании «Эко-Альянс». Региональный оператор по обращению с твердыми и бытовыми отходами готов сотрудничать с бизнесменом и предоставлять ему сырье. Кроме этого, Андрей дружит с активистами экологического движения «Время разделять». После каждой акции волонтеры привозят в цех около 150 килограммов целлофана и пластика. «Должна работать. Те, кто собирает, они должны собирать. А те, кто перерабатывает, как мы, мы должны перерабатывать это дело все. А не собирать сами, не ездить. Потому что вот каждый должен заниматься своим делом. Это должна просто быть схема». Бизнесмен надеется и на приезд чиновников, которые отвечают за экологию и промышленность, и предложат финансовую помощь. Пока предприниматель работает в ноль или с минимальной прибылью. Но закрываться он не намерен. Говорит, кто, если не я? Анна Зуева, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. О боже, вау, как круто и даже офигеть. Накануне в физкультурно-спортивном комплексе звучали только такие выражения. В бассейне прошло показательное выступление сборной России по синхронному плаванию. Попасть на трибуны смогли лишь около 500 человек. Никита Суханов оказался в числе этих счастливчиков. И увидел историческое событие своими глазами. О боже, я это видел. Переполненные трибуны, несмолкаемые овации и даже слезы. И это не премьера новой постановки Сергея Левицкого. Это круче. Вдумайтесь, главная сборная страны. Многократные олимпийские чемпионки в Бурятии на финальных сборах. И в подарок дают показательное выступление. Если бы мне сказали пару лет назад, это все будет у нас в Улан-Удэ, я бы покрутил пальцем у виска. Ну нереально же. Прыжков на метр из воды и такой грации не ожидал никто, даже наш оператор. Впрочем, слова здесь излишни. Смотрите сами. Очень деликатные, очень спокойные люди. Они, знаете, как так, не то чтобы с опаской, но, наверное, со стеснением к нам подходят. Мы вот недавно вышли в магазин, и к нам подошла девушка с ребенком. Мы говорим, это вы сборная России, можно с вами сыграть? Действительно, очень деликатные. Это уважение, и это вот дорогого стоит. Вообще шахарное. Как бы ни разу не смотрела, не видела только по телевизору. Но по телевизору это другие ощущения, а в реальном это супер. Сборная России показала для улан-удэнцев три номера. Кадриль, шаман и половецкие пляски из оперы «Князь Игорь». Два последних снимать было нельзя. Они сделаны под будущий чемпионат мира и представляют спортивную тайну. А мы поистине счастливчики, ведь увидели это первыми. Если все сложится, то мы готовимся к Олимпиаде. Последний сбор будем здесь. Спасибо. Ну дай бог, что все сложилось. Дай бог, чтобы бассейн был готов к этому. Жилье здесь нормальное. То есть должны все равно сложиться пазлы, чтобы было нормально. Ну дай бог, что все сложилось. В улан-удэ сборная пробудет еще три дня. Затем отправится в Южную Корею на всемирное первенство. Болеем за наших и ждем снова в гости. Никита Суханов, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Кисти и краски. В улан-удэ впервые за 10 лет открылась выставка Чингиза Шенхорова. Заслуженный художник Бурятии пишет картины почти полвека. Есть ли у автора любимая работа и в чем соль его получен, выяснил наш корреспондент. Первые свои работы Чингиз Бадмаевич написал еще в студенческие годы. А каждая картина для него как собственный ребенок. Это все мои дети. Всех я люблю одинаково. Не может быть у человека картину художника, который не любит, который любит. Все. Это через труд, через сердце, через эмоции. Все проведено. Последняя персональная выставка работ Шенхорова была более 10 лет назад. За это время Чингиз Шенхоров пополнил свою коллекцию свежими работами и удивил необычным подходом к своему творчеству. Что важно, Чингиз Бадмаевич представил на своей персональной выставке не только работы, так сказать, более раннего периода своего творчества, но и свежие работы и очень интересные работы, в которых он обращается к наследию нашего народа, наследию кочевых монгольских народов. Восхищаются картинами художника не только посетители выставки, но и коллеги. В России и Внутренней Монголии отметили глубину его картин. Художник разноклановый, и он проникает в другие эпохи, в другие времена. Но мы сегодня живем очень поверхностной жизнью, а там сама суть и соль земли и культуры. Вот в этом смысле для меня, кажется, выставка потрясающе интересная. Уровень мастерства заметен во всех его картинах. Видно в каждом штрихе, что он очень много занимался этнографией, изучал легенды, мифы и историю Бурятии. В работах Чингиза Бадмаевича хорошо просматриваются национальные мотивы. Художник не отдает предпочтение одному стилю или жанру. И, как говорит автор, в творчестве он себя не ограничивает. Если посмотрите, спросите религии, вот, например, да, истории человеческого развития, как она происходит вообще. У каждого человека, я думаю, что возникает такой вопрос. Ну, я стараюсь, так сказать, где-то домысливать, приходить к какому-то выводу. И хотелось бы показать это дело. Увидеть работы мастера можно в музее имени Сампилова. Выставка продлится до 14 июля. Антон Симонов, Владимир Попов, телекомпания АТВ. Не переключайтесь, впереди вас ждет фрагмент программы «Актуальная тема». Михаил Гиргенов расскажет, исчезнет ли копость от котельных Улан-Удэ. И кто из горожан получит долгожданную питьевую воду. Михаил Денисович, если поговорить о проблемах вашего округа, начнем с Загорска. Черный дым, Сажа. Постоянно жалуются и нам в телекомпании, наверняка и вам. Какие меры уже предпринимаются для того, чтобы ситуацию как-то решить? Да, мы вместе с жителями собрали более трех тысяч подписей на имя главы республики Барятия, на имя сети менеджера нашего города. Проявили первое совещание рабочее под председателем, заместителем, председателем правительства Луковникова. Я думаю, что скоро будет создана рабочая группа, и мы будем плотно заниматься этой проблемой. И попытаемся до осени, до пятницы сезона, эту проблему решить. Первые шаги уже делаются. Я проезжаю мимо котельной и вижу, что хотя бы забор вместо решетчатого сделан уже более-менее капитальный из профлиста. А как-то контролировать выбросы? Вы планируете? Да, я предложил создать муниципальную лабораторию. Я сам как инженер-химик работал в городе Чита в такой лаборатории. И самим периодически перепроверять все наши котельные, все наши задымленные дороги в зимний период времени на предмет загрязненности воздуха. Как это поможет, во-первых, горожанам, а во-вторых, как это позволит ли это как-то влиять на энергетиков? Конечно, не 10, не 5 тысяч, а 500 миллионов рублей. Это весомо, да. Здоровье людей – это не только воздух, но и вода. У вас на округе очень много проблем по разным микрорайонам. Что делается? В этом году мы начали проводить водопровод в поселке Загорск по улице Расковой. Сейчас мы уже делаем повышающую насосную санкцию, на которой истрачено будет 13 миллионов рублей. И дальше мы проведем водопровод до улицы Комарово-Сто, до частного сектора. Почему это важно? Это очень важно, потому что в этих помещениях, которые сейчас жители приобрели собственность, нет качественной холодной воды. До ближайшей водоколонки километр надо ехать. Они постоянно ко мне обращаются с этой просьбой. Второй очередью мы от улицы Комарово-Сто, от частного дома, где конечная точка первой сети, мы проведем, надеюсь, в будущем году, вторую очередь сети до поселка Новый Зеленый. Там тоже проблемы с водой. Да, в поселке Новый Зеленый есть вода, которая идет со скважины поселка Матрос. Она не очень качественная. И мы уже с руководством Водоканала этот вопрос обсуждали, и Водоканал дал добро на то, чтобы мы создали такой проект. И с помощью инфраструктурных денег, которые выделяются депутатам, мы этот водопровод на будущий год проведем уже. И также третьим этапом, мы это уже недавно придумали, проведем по этому же водоводу, скорее всего, воду до поселка Матрос, а может быть и до площадки. С Водоканалом, вы говорите, вы договорились, есть ли понимание у городских властей, есть ли вообще диалог и важен ли этот диалог с депутатами Хурала? Конечно. Почему не слаживалось отношение между предыдущими мэрами, Хуралом и правительством? Конечно, вопрос в основном личного характера, личных амбиций предыдущих мэров. На благо жителей нашего города, если мэр, будущий мэр, будет слаженно работать с командой главы республики, которые поддержали на выборах более 80% наших жителей, когда идет хорошее взаимоотношение между мэрией, правительством, Хуралом, тогда и нам, депутатам, и, конечно же, местным жителям будет намного легче решать свои проблемы. Я думаю, что у нас уникальный шанс, я думаю, что я много лет депутатам, когда и глава республики, и мэр города будут работать в одной команде. То есть, получается, будет диалог, будет финансирование города и будет решение важных... Конечно. Здесь бюджет города в основном формируется на сессиях Хурала. Если и депутаты, и правительство, и мэрия будут работать в одном направлении, эти вопросы будут решаться и легче, и эффективнее. Спасибо большое, Михаил Денисович. Я предлагаю продолжить в программе «Актуальная тема». А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Компании «Проктор энд Гэмбл» на 500 рублей и участвуй в розыгрыше автомобиля «Фольксваген Поло» и туристических сертификатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова